Это моя небольшая подборка медалей, основная эта часть это юбилейные медали. Нужно обращать внимание на ножки, они бывают золотые. Это оригиналы советских паспортов, это украинские бланки 75-го года. Чтобы летчик видел ночью, то есть их делали из радиа, если они не делали из радиа, у них есть радиация. То есть нужно очень быть внимательным, чтобы мне попались такие часы. Привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Это будет необычный ролик. Как вы помните, у меня был поход на барахолку в Киеве. Очень много получил я отзывов о том, что тема интересная, интересная лота, интересно то, что выставляют люди, то, что люди продают на этой барахолке. Как они же ездят по барахолке? Вот так нужно передвигаться на колесе. Помчал парень. Ну, как вы знаете, я человек, который занимается украинскими монетами и не так часто покупаю какие-то вещи советские на перепродажу или для себя в коллекции. Но в этом видео я как раз хочу раскрыть для вас эту тему с гостем. Я пригласил Игоря с YouTube канала Старая коллекция, который немножко раскроет секрет всем тем, кто смотрит это видео о том, что же важно купить на барахолке, что стоит денег, как продать дорого то, что у вас есть. И вообще какие советские вещи стоят денег. Кстати, в этом видео будет конкурс на вот эту вот монету 10 гривен, покрытую золотом 999 пробы. Подробности конкурса смотрите дальше в видео. Привет, Игорь. Привет. Я всех рад видеть, что вы смотрите наше видео. Меня зовут Игорь. Я занимаюсь антиквариатом. Я профессионально покупаю и подаю антиквариат. Продаю его везде и в Украине, и продаю через eBay. Основное направление это фолористика, часы, разная одежда, военные, советские игрушки, дозиметры и любые монеты. То есть золотом не занимаюсь, маленькая моржа. Окей, супер. И скажи, пожалуйста, почему тема эта сейчас актуальна? Почему вот настолько ценятся барахолки и вот эта вся антикварная тема? Как ты думаешь? Тема ценится давным-давно. То есть основная задача, именно если говорить про барахолку, на барахолке можно купить дешево, что можно продать дорого. То есть заключается фишка в том, что население выносит все, но они не знают цены. Еще есть вариант, это квартирные покупки. У населения еще очень много осталось предметов из Советского Союза. И не так давно была Вторая мировая война. Были трофеи. И в основном трофеи это были часы. Очень много швейцарских часов были в Германии. И они после войны ушли на трофеи нашим солдатам. И осталось очень много чего у населения, что можно купить за копейки. И в основном никто не знает, за сколько это все можно продать. Наша задача заключается и моя, и ваша, если вы в этом не понимаете. Чтобы найти такие предметы, купить их дешево и продать намного дороже. Есть такие фишки, которые можно сразу понять, что это куча денег. Например, золотые часы. Вы идете и как их увидеть? Ну, все очень просто. Вы оборачиваете заднюю крышку. Если крышка желтая, значит они полностью из золота. Они не позолочены там, а уж не искать, где-то выращены. Это чистое золото. Такое мне попадалось. Находил женские золотые часы на Ир, на барахолке. То есть я их купил, как считалось, очень дорого, за 300 гривен. Но они были золотые. Потом я их перепродал и неплохо заработал. И хочу сказать, каждый, кто хочет заниматься антиквариатом и заработать на нем, он для себя нужен сделать такую тему. Он должен выбрать одно направление, где он будет разбираться вообще идеально во всем. То есть идеально, например, тема часов. Он должен знать абсолютно все. Все часы СССР, все часы Японии, все часы ГДРовские, все часы Швейцарии. И он должен уметь их ремонтировать, проверять, чистить. У него должны быть разные инструменты, чтобы их проверить. Понимаете? Чтобы вы были полностью специалисты в данной теме. Или, например, в объективах. То есть вы должны их уметь чистить, смазывать. Все это нужно иметь. Ну, нужно уметь, чтобы заработать. Есть разные коллекционеры. И если коллекционер видит редкую и хорошую вещь, которой нет у коллекции, он с радостью ее купит. И хочу сказать, на барахолке можно найти два типа товара. Например, часы. Часы человек может купить себе в коллекцию. А может себе купить, чтобы просто носить. Вот как, например, сейчас вот такие. То есть кто-то может их отреставрировать, например, да? Или просто купить в хорошем состоянии. И носить, если они ему нравятся в плане дизайна, стилистики. Все абсолютно верно. Но хочу сказать про реставрацию часов. Таким почти никто не занимается. Реставрацией занимаются очень редких часов. Очень редких часов. Например, как видим сейчас на видео, это двое позолоченных женских часов. Это луч и чайка. Они все-таки позолоченные. Но они ничего не стоят. Просто ничего не стоят. Это просто цена лома. И часы никто не будет вообще реставрировать, если это чайка, луч, какие-то простые часы. Вот в этом все, Фишка. Не стоит надеяться, что вы купите часы за 5 гривен, их сделаете и продадите за 800. Такого не будет. Насчет золота. Золото может быть просто по цвету понятно, что это золото. То есть как крестик и так дальше. Но он может быть просто затертый, испачканный. То есть что продавец не понимает, что это. И как я говорил, бомжи какие-то продают. Ну такое может быть. Но в основном, если человек знает, что он продает золото, он все в ломбарде не будет продавать на барахолке. Очень много ручек есть с золотым пером. Прошу обращать внимание на ручки. Окей. Так, дальше мы по видеороликам можем посмотреть. Я недавно выкладывал видео, как я был в частном музее в Калининграде. И там у человека были разные лампы, какие-то старые часы, вот такие, как мы сейчас видим на экране. А в чем особенность? Почему люди такое собирают? Там платина, золото. Или в чем особенность конкретно таких приборов? Это в основном люди, которые страдают Советским Союзом. Они хотят, что у них были такие часы, они считают их надежными, громкими и так далее. То есть ценности именно по металлу их нет. Если была бы ценность по металлу, их бы давно уже не было, они бы их отдали на переработку. Такие часы стоят в коллекции тех, кто собирает часы электроника. Именно настольные часы электроника это дополнение коллекции к наручным часам. Каютные часы с завода на 7 суток. Очень хорошие часы. Действительно, завода хватает на 7 суток. Вес таких часов в кораблях это часы, которые стоят в кораблях. И сейчас видим на экране эти часы. Это часы от подводной лодки. Я хочу сказать, что если вы видите на барраколке часы, даже продавец, что он понимает, что это каютные часы, они могут быть от разных лодок. они могут быть просто от лодок, а может быть от подводной лодки. Я хочу сказать, как их отличить. Если вы видите 12 часов на циферблате, это простые каютные. Если 24 часа, как вы поняли, это подводные лодки. Надеюсь, вы понимаете, почему. Да, очень круто. Конечно, потому что люди не знают, день, сейчас и ночь. Кстати, полярные часы тоже, они такие, на 24 часа. Потому что непонятно, ночь сейчас или день. Абсолютно верно. Абсолютно верно. А сколько стоит вообще-то, какого плана часы? Сколько? Вот вилка там, 100 гривен, 200, больше, меньше. Такой вилки нет. Все зависит от состояния. Только от состояния. То есть, любая оценка для покупки должна быть по тому, что ты видишь. Это часы АЧС-1. Это часы от самолета. Такие часы ставились на советские самолеты. Их от Советского Союза осталось еще очень много. Но хочу сказать, что они делаются сейчас в России. На военном заводе. Их можно купить с военного завода. Цена на них просто космическая. 300 долларов. Вот это мы видим советские, которые были давным-давно сделаны. В 80-х, 90-х годах. Да, да. Это часы 80-х годов. То есть, хочу сказать о часах АЧС-1. Это официальные часы. Они сделаны в 80-х годах. Блин, еще раз повторюсь. И как их отличить. Есть часы, на что нужно обращать внимание. Ну, не буду говорить о состоянии. Еще хочу сказать о светомассе. Они ночью светятся. То есть, это специальные часы, которые светятся ночью. Светятся они от света массы. Это в данном случае, как на моих часах. Это стандартная света масса, которая там ставилась в 80-е годы. Но их начали делать еще эти часы в 50-х, 60-х годах. И их делали вот эту светомассу, то есть, чтобы летчик видел ночью. То есть, их делали из радиа. Если они не делали из радиа, у них есть радиация. То есть, нужно очень быть внимательным, чтобы мне попались такие часы. И я всем настоятельно рекомендую, чтобы у всех был дома дозиметр. Это очень важно. Эти часы покупают вообще разные люди. Я их продал очень много. Но я хочу сказать уникальные такие ситуации, которые были. Не знаю, почему трактористы очень любят эти часы. Они купили мне, не знаю, но я вообще не вижу никакой связи между тракторами и этими часами. Но их у меня купило где-то штук 20 трактористов. Я еще продавал за границу. Еще такие были уникальные продажи этих часов, что покупают и геймеры. Геймеры, которые играют в симуляторы, которые летают на самолетах и на вертолетах. То есть у таких геймеров они сидят там и играют в свои игры. То есть на самолетах и на вертолетах. И у них там на компьютерном столе стоят такие вот часы. То есть это все реальные истории. Это мои истории. То есть их никто не придумал. А сколько стоят такие часы? Вот если покупать или есть, сколько можно продать их собственно геймеру в отличном состоянии как здесь? Смотря ну как ты сказал все зависит от состояния и от работы. То есть их нужно точно проверить от работы. То есть у них есть несколько секундомеров. Есть разные виды ЧС-1, ЧС-1К, ЧС-1М. Все зависит от этих разновидностей. Редко считается ЧС-1К. Она стоит чуть-чуть дороже. Их можно купить продать в диапазоне от 800 гривен до 2000 гривен. Вот сейчас мы видим у тебя на столе какие-то паспорта советские. Настоящие паспорта. Можешь рассказать в чем ценность, особенность? Кто вообще коллекционирует? Как такое купить? И вообще немножко об этой теме. Это оригиналы советских паспортов. Это украинские бланки 1975 года. Я покупаю практически любые документы чистые. Если у вас есть заполненные документы, это документы только по войне. Это документы, которые от Второй мировой войны и документы до 1917 года. Я покупаю заполненные документы. Чистые бланки я покупаю практически любых педов. Собирают любые коллекционеры, которые любят тему Советского Союза и не только коллекционеры. Основные покупатели это именно советских паспортов. Это люди, которые жили при Советском Союзе и они хотят иметь такой паспорт себе. Очень хороший подарок к дню рождения. Очень много было заказов, то есть своему другу дают одержание паспорт с подарением. Хочу сказать, что это оригиналы и как их отличить. Отличить их очень просто. Они на просвете дают водяные знаки, как наши обычные деньги. наши ручные гримы. Понял, понял. Такое это лампы. Вот как раз в музее я когда был, я обалдел, что там кто-то собирает эти лампы. Тоже аудитория те, которые коллекционируют советские разные предметы, да? Или что с ними? Зачем они нужны вообще? Два вида людей, которые покупают эти радиолампы. Первое это самое простое. Нужно обращать внимание на ножки. Они бывают золотые. То есть даже если вы видите на барахолке радиолампы, смотрите на ножки позолоченные. Как я уже сказал, само золото на барахолке тяжело найти. Там крестики, цепочки, то есть если человек продает просто золото. А например радиолампа там золотые ножки это очень хорошая покупка. Второе очень много есть радиолампы, советских там радиоаппаратуры, старые телевизоры, которым нужны радиолампы. И их покупают. Ну наверняка кто постарше знает что это такое, кто играл такие игры, картриджи, кто их берет тоже? Вряд ли геймеры. В основном коллекционеры, коллекционеры те, что коллекционеры приставки. И самые популярные игры на приставке это покемоны. То есть очень ценные игры. Продают по 40 гривен, по 50 гривен. Я скажу, что они таких денег не стоят, и за такие деньги их не купят. Здесь мы видим дозиметры. Расскажи, а кому это вообще нужно? Почему это ценно? Как мы знаем, в 86 году бахнул Чернобыль. Ну, такое не забыть никогда. Такие вещи, как дозиметр, нужно иметь. В Чернобыле вывозили людей без вещей. То есть самые необходимые вещи. И хочу сказать, там бродили очень много людей, которые вывозили, по чердакам лазили, вывозили все из Тернобыля, что они находили. То есть до сих пор встречаются вещи, которые из Тернобыля. И каждый, кто занимается коллекциями всякими, он должен иметь при себе такие дозиметры. Еще хочу сказать, что ради это тоже старые коллекции, которые есть, например, часов, они содержат радиацию. Это тоже нужно знать. Еще хочу сказать, что это хороший прибор, который нужно держать в каждом доме. Почему в каждом доме? Тоже замечал вещи, радиацию в кирпичах. То есть у нас есть в городе люди, которые проверяют предметы. Кирпич, трубы разные. То есть перед покупкой замер дозиметра стоит 100 гривен припустит. Человек приезжает, он меряет все материалы и получает свои деньги, а человек просто себе может их использовать и даже не переживать, что это такое. За границей их покупают очень мало. В основном это Украина, Россия покупает. Дозиметры в основном стоят хорошие, рабочие, в идеальном состоянии, с документами от 500 до 1500 гривен. То есть дорогих дозиметров покупать не нужно. Есть еще разделение, то есть профессиональные дозиметры и бытовые дозиметры. чтобы понимали, что видите на видео это обыкновенные бытовые дозимы. Они стоят недорого. Сейчас мы видим тут небольшая коллекция разных орденов и наград. Что бы ты сказал вкратце о коллекционировании, кто такое покупает и насколько это интересно? Это моя небольшая подборка медалей. Основная эта часть это юбилейные медали, такие медали не очень ценятся. Видимо есть медальки за победу над Германией. Это одна из самых ценных, что вы сейчас видите. Они стоят недорого. Как их продать дороже? Они должны быть в идеальном сохранении и на документах. Например, самая дешевая это ветеран труда. она просто медаль стоит если на барахолке одна гривна. Не больше одной гривны. Если с документов две гривны. Например, 50 лет советской армии стоит 10-15 гривен. Если плюс книжка дороже на 5 гривен. Чтобы вы понимали, такие медали покупают только большими лотами. То есть в основном их продают по 10-20 штук и покупают например 30 лет победы, 40 лет победы, 50 лет победы. И такие медальки продавать в идеальном состоянии. Это для коллекционеров. А по самой ценности юбилейных медалей в хорошем состоянии, но они не превышают 20 гривен за одну штучку. Это в продаже. А если вы видите на барахолке, то дороже 10 гривен я покупать вообще не рекомендую. По этим объективам что ты скажешь? Почему они сейчас цены? Неужели их сейчас ставят в современные фотоаппараты? Да абсолютно верно. Их просто ставят современные фотоаппараты. Например стандартный гелиусы это очень хороший портретный объектив. Ее можно купить за 300 гривен. И он заменяет полностью профессиональную тушку, которая стоит в десятки раз дороже. Конечно это не сравнение, но любому фотолюбителю, который хочет просто хороший портретник, это незаменимая вещь. То есть такие переделки есть очень разные, то есть самое главное, что люди еще покупают переходные кольца и ставят на новую фототехнику. Ну вот это вот такое, расскажи, что это такое? Это сувенирная продукция Советского Союза на тематику космоса. Это самая популярная тематика, которая идет за границу из Советского Союза. Это разная тематика космоса. Это могут быть даже почтовые марки, они правда стоят очень дешево, но все равно их покупают. Из тематики космоса я покупаю абсолютно все. Видите здесь чернильная ручка. Это очень популярная тема, ее покупают, продают, видим, это ручка, ручка чернильная видеоракета, она орбита, еще можно увидеть на видео подсигар, там есть спутник Земли и список всех космонавтов. И как видим настольные сувениры Советского Союза, мир и спутник. Такие вещи покупаются, много коллекционеров есть и такие вещи я даже сам рад видеть себя дома. Друзья, как я обещал, конкурс в этом видео. Для того, чтобы поучаствовать, перейдите, пожалуйста, по ссылке в закрепленном комментарии на видеоролик Игоря «Как заработать на антиквариате». Обязательно подпишитесь на его канал и напишите любой комментарий под этим видео. Как только у него будет 1500 подписчиков, он разыграет эту монету среди всех тех, кто оставил комментарий. что ж, действуйте прямо сейчас. Игорь, что бы ты хотел сказать еще дополнительно всем, кто посмотрел этот ролик? Я хочу пожелать удачи и хороших находок на барахолке и чтобы они были удачные, вам нужно понимать. Чтобы понимать, нужно постоянно мониторить рынок проданных лотов и постоянно ходить на барахолке и мониторить цены, за что вы можете купить или продать. Мой контактный телефон вы найдете под этим видео, вы можете прислать фотографию того, что вы хотите мне предложить и я рассмотрю ваше предложение. Прошу присылать с фото. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Надеюсь, видео было для вас полезным и интересным. Обязательно участвуйте в конкурсе, переходите по ссылке, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы я понял, что такой формат вам был интересен и полезен и до новой встречи. Пока, друзья! Субтитры Продолжение следует...